Приветствую вас. Давайте разберём вопрос. Пошла с парнем на свидание. Всё было супер лично для меня. Очень много общего. Мы разговаривали, смеялись, были на одной волне. Поймала себя на мысли, что почти идеальный мужчина для меня. Давно так время не проводила. Под конец свидания он хотел меня поцеловать. Я этого не ожидала. Я, естественно, не поцеловалась. После встречи переписывались немного. Он написал, что я явно не была готова к поцелую. Я пожестила, что не всё сразу, но люблю решительных мужчин. Уже второй день он мне пишет и не звонит, но упоминал, что не любит переписки. Мне стоит его уже забыть. Хотя обидно, мне показалось, что мы идеально провели время много общего. Для меня эта странность не давала себе знать до сих пор. Перед встречей мы очень мало общего. Столько по конкретным вопросам. Типа, что ищешь на сайте знакомств и т.д. Алёна, первое, пожалуй, на что хочется обратить внимание, это на то, что вы не сможете, как мне кажется, просто взять и по своему желанию кого-то забыть. Ну, то есть, мне кажется, что это вообще-то говоря невозможно. Поэтому, на мой взгляд, если вы его не забыли, то, скорее всего, уже его не забудете. А если вы его забыли, например, то, что естественно, скорее всего, вы его сможете забыть. Так что, ну, в том смысле, что для вас он возможно не так много значит. вот. Вот. Поэтому я бы здесь всё-таки не бы, да, чтобы забыть человека насильно. я бы здесь больше смотрел, что для меня значит этот человек. Я бы здесь больше смотрел, как я к нему отношусь. Дальше. Пошла по спарным на свидание. Пишите вы. Ам. Это было ваше первое свидание? Или или как? Просто если первое, это одно. Если первое свидание. А вот если это было не первое, то тут уже другой вопрос. Общались ли вы до этого? И как много? Вы говорите, что общались только по делу. Ну, соответственно, здесь тоже как-то хотелось бы уточнить. Хотелось бы уточнить этот момент. Вот здесь. Дальше. Так. Ам. То есть смеялись, были на одной волне. Поймалось себя на мысли, что почти идеальный мужчина для меня. Давно так время не проводил. Ну, здесь вопрос, что вы ищете в мышинах? А? То есть что вам нужно? Какая потребность, если есть? Вот это нужно здесь поисследовать. Под конец свидания хотел меня поцеловать. Я этого не ожидал. Естественно, не поцеловал. После встречи переписывать немного. Вот то есть я хотел вас поцеловать и вы не ожидали. Ну поцелуя вы не ожидали, да? Получается. Вот тут вопрос, на мой взгляд, такого плана, что для вас это означает, что для вас это означает поцелуи. Дальше начнем говорить, что ты явно была не готова к поцелуям. то здесь вопрос ставит о характере ваших отношений. Да? И все для вас облачает, что мужчина на первом, я так понимаю, свидании, при том, что вы их практически не знакомы, решает вас поцеловать. Также что вы вкладываете в то, что вы не ожидали, что он вас поцелует. Тоже важно, но надо. Дальше, когда вы говорите, что любите решительных мужчин, вы, к сожалению, обесцениваете конкретную личность человека. Второй день не пишет, не звонит. Но упоминался, у меня были переписки, мне что-то можно забыть. Ну, тот, кто не пишет, не звонит, говорит, может говорить о чем угодно, вам, как бы, если хочется, можно ему написать и спросить. Да? Про следующих встреч. Хотя обидно мне показалось, что мы идеально провели время и много общего. С обидой можно и нужно поработать. Потому что очевидно, что мужчин для вас имеет несколько больше, несколько больше значения, чем, ну, адекватно, вот, в такой ситуации. Дальше, для меня это странное, и на вас это знать до сих пор. Почему? Перед встречей мы очень мало общались, и только по конкретным вопросам, типа, что ищешь на сайте знакомых. Странный у вас вопрос, Алену, стоит ли вы забыть? Вы не сможете забыть его, по своему желанию. А вот с теми аспектами, которые я встала, с этими аспектами можно и нужно поработать. На этом все. Пока что. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. желаю вам всего самого доброго, и удачи. Обращайтесь за помощью. все. Продолжение следует...